Я хочу дать оценку современной демографической ситуации в республике за последние 5 лет. Приведенные на табло цифры рождаемости и смертности с 2014 по 2022 год. В 2022 году родившихся меньше на 443 человека, чем в 2018 году, тогда как количество умерших возросло на 252 человека. С 2020 года только наблюдается увеличение числа смертности. Соответственно, цифры естественного прироста отрицательные. Хотелось бы обратить внимание на показатели на 1 января 2024 года. На все население республики Абхазия родилось 897 человек, а умерло 1259 человек. Соответственно, естественный прирост составляет минус 362 человека. Среди городского и сельского населения линия рождаемости стремительно опускается, тогда как линия смертности поднимается. И, конечно же, линия естественного прироста показывает отрицательные цифры. То я также хочу обратить внимание на слух. Правда, вот на 24 год, на 1 января, значит, городское население увеличило всего лишь на 1418. Умерло 746 человек. Естественный прирост минус 328 человек. Сельское население минус 34 человека. Смертность 513, рождаемость 479. А с 2019 по 2023 год численность населения уменьшилась на 1288 человека. Доля коренного населения Абхаза в структуре населения составляет чуть более половины. Численность Абхаза с 2011 по 2022 год увеличилась лишь на 3168 человек. Неблагоприятная возрастная динамика и возрастная динамика. Регрессивный тип в возрастной структуре, когда доля старшего поколения 23%, а доля детей подростков 17%. Также наблюдается в старше трудоспособного возраста на тысячу мужчин, женщин приходится больше. Почему вызвана такая тенденция? Она обусловлена исключительно высокой смертностью мужского трудоспособного населения и как следствие снижение показателя ожидаемой продолжительности жизни населения, именно мужского населения. То есть на наших дорожно-транспортных происшествиях в основном погибает трудоспособное абхазское население. Мы должны об этом говорить. Приведенные показатели говорят о существенных демографических проблемах в стране. К основным демографическим проблемам относится это низкий уровень рождаемости, стремительный рост показателей смертности. Неблагоприятная возрастная динамика населения, а именно рост числа людей пенсионного возраста и как следствие возрастание нагрузки на занятых в экономике. Низкая продолжительность жизни мужчин. Первым приоритетом я считаю, что нужно это первое сокращение уровня смертности прежде всего в трудоспособном возрасте, а также повышение уровня рождаемости за счет рождения в семье третьего и последующих детей. Объявление многодетной семьи национальным приоритетом.